прошло почти полгода как я купил себе автомобиль бмв 3 серии кузове f30 это 318i с мотором b38 где всего три цилиндра сегодня я хочу рассказать сколько я вложил денег что мне пришлось покупать докупать чтобы привести скажем так в нормальное состояние эту машину когда я покупал машину тут были некоторые нюансы была трещина на лобовом стекле из-за чего меня не стояли на учет и стерты были тормозные накладки тормозные диски резину надо было поменять в общем обо всем по порядку первым делом я поменял лобовое стекло на этого автомобиля лобовое стекло поставил китайской компании бенсон за лобовое стекло с установкой с меня взяли 7500 рублей лобовое стекло мне показалось очень даже достойным на тот период времени ездил радовался недолго правда никаких искажений на стекле нет все ровно в начале зимы на утро у меня замерзли стекла я взял вот эту карту и начал вот так шкрябать по стеклу я до этого тоже так делал на других машинах правда у меня никаких царапин не оставалось все было нормально но тут вот эта обычная карта оставил царапины их днем вроде бы не видно видно когда тебе навстречу едет машина и светят фарме они мелкие возможно их просто можно будет отполировать и убрать но сами понимаете стекло 7500 это не оригинальное стекло оригинальное стекло стоит два раза больше а то и дороже наверное я хотел купить сюда стекло компании фу я у это тоже китайская компания она обходилась примерно также 7500 где-то 88 500 до но говорят что это стекло качеством выше чем вот эта компания бенсон фу я у не было все говорили что связи с пандемией не вставляют эти стекла это было напомню летом боковые стекла кстати тут стоят тоже компании фу я я не стал ждать я поставил себе бенсон кстати на этот автомобиль стекла начинаются 2500 рублей это моя шпаргалка чтобы посмотреть цены и не забыть что я тут поменял после того как я поменял лобовое стекло надо было поменять быстренько щетки стеклоочистителя на этом автомобиле стояли еще родные заводские щетки стеклоочистителя которые уже толком не чистили а только шумели я заехал в обычный автомагазин смотрю стоит красивый стенд гудьер есть как раз мои размеры стоит всего лишь по 500 рублей купил две штуки оригинальные щетки сюда стоят 3500 рублей примерно так в этом районе и про себя думаю как же мне повезло купил гудьеровские щетки всего лишь за тысячу рублей радовался опять же я недолго на следующий день они ужасно сильно начали шуметь я думал может неделю покатаюсь преработают сможет будет чистить лучше бесшумно чисто они как раз таки нормально просто они шумели ужасно многие рекомендуют щетки bosch но bosch оказывается бывает тоже разные производители форумах рекомендовали ставить щетки bosch именно бельгийского производства вот который я себе в принципе и заказал который сейчас тут стоят я их покупал за 1483 рубля заказывал неделю ждал в итоге мне призе поставил ну и что вы думаете они чистят идеально чистят возможно идеально просто они опять шумят правда не так как шумели гудьер либо родные когда давно давно у меня была машина маза шестерки я один раз тоже купил себе щетки bosch поставил и знаете вот просто поставил и забыл бесшумные чистили хорошо и зимой и летом с этим щетками отъездил пару лет таки продал эту машину вроде бы мне на тот момент казалось все легко и просто есть и хочешь нормальные щетки идешь магазин покупаешь бошевские щетки поставил и не забыл но не тут-то был я уж потом тоже еще обжигался до того как я купил бмв я на своей прежней машины мост тройка была опель было у меня я туда тоже пытался поставить щетки bosch месяц проработают хорошо бесшумно пока у них там какая-то там графитовая смазка не закончится а потом опять начинается то же самое бельгийские щетки они молодцы они обманывают у них никакой смазки нет у них сразу вот так работает но зато стабильно стабильность как мы знаем это знак успеха идем дальше после замены лобового стекла и щеток я поменял масло в моторе масса залил пакела это итальянская компания покажу поближе масса мне обошлось 4800 на тот момент оригинальная масса в этом магазине стоил 4500 в котором я попал просто его в тот момент не было так я купил бы оригинальное масло я приходил по сути за оригинальным маслом но так как у меня уже в этот день была запись в сервис и вечером мне надо было выехать на трассу далеко от города в общем решил взять что есть порекомендовал мне продавец как бы сказал что это итальянское хорошее масло с богатым пакетом присадок как он мне сказал ну понятное дело он продавец ему нужно продать в итоге рискнул купил себе это масло как говорит у меня один друг хорошая масса это то масса которые еще не рекламировали в этом же магазине я взял оригинальный фильтр масляный за 1200 рублей фильтр воздушный от компании male который как раз таки выпускает фильтра для этого автомобиля и фильтр хэнкс я взял угольный салонный салонный 1150 рублей воздушный тоже 1150 рублей замена масса и фильтров мне стоило 400 рублей объем масла в этом двигателе составляет 4 и 2 литра но при замене мне залили 4 литра масса то есть одну упаковку и я посмотрел какой уровень до уровня не доходил буквально маленько выехал из сервиса проехал километров 20 30 может даже больше посмотрел уровень масса уровень масса показа как раз таки по максимальному уровню я так ездил ездил у меня постоянно показывал полный уровень но это было ровно до того момента как я купил себе прибор dragon который замеряет 0100 кто смотрел мои прошлые выпуски я как раз таки делал замер 0100 на этого автомобиля и именно после этих экспериментов я на следующий день посмотрел уровень массы и у меня уровень масса стал ниже получается мы проехали менее 4000 до почти 4000 скажем и у нас подъело масло сейчас я вам покажу сколько у меня осталось по бортовому компьютеру одну и буду подливать чуть-чуть поднимаются обороты уровень масса мы видим масса залил примерно 250 максимум 300 наверно я думаю что мы видим ничего не поменялось а хотя я уже проехал пару километров даже ну ладно проеду еще чуть так ну вот я ничего не заливал я еще проехал километров наверно 15 и у меня видите показывает уже максимум самый интерес после того как я масса долил примерно 250 миллилитров бортовой компьютер не показывает сразу правильный уровень надо проехать километров опять же там 10 20 чтобы показал достоверный уровень и получается ты заливаешь масло уезжаешь с этого места должен проехать сколько километров еще раз проверяешь если не хватает опять доливаешь в общем я долил до максимального уровня и поехал но ездил я опять так недолго на этом доливку у меня не закончилась принципе также как и не закончились замеры 0100 я еще раз устроил эксперимент по замер 0100 за сколько же разгонится это автомобиль понятное дело машины испытывает нагрузку я кручу автомобиль до максимальных оборотов до красной зоны скажем тогда и скорее всего в таких случаях и уходят массы есть ты будешь ездить 3000 оборотов 4000 оборотов возможно эта масса будет оставаться всегда на прежнем уровне я опять по традиции после замеров смотрю уровень масса масло опять ушло опять масло ушло так сейчас я опять долью масло посмотрим сколько примерно я долью залил примерно 200 250 ну показ такой же уровень сейчас еще проект так показывать также странно примерно наверное 100 150 еще попробуем залить главное что не перелить получается как раз до полного дошло вот пробег у меня сейчас я сейчас проехал уже 7000 километров как я поменял масса ровно 7000 километров буквально там плюс минус 2-3 километра то есть мне уже через тысячи километров надо менять масло опять я сегодня приеду домой перелью в мерник и посмотрим сколько у меня ушло масло за 7000 километров 450 миллилитров примерно получается я залил примерно 550 миллилитров на 7000 будет хорошо если владельцы бмв с трехцилиндровым мотором напишут в комментариях то какой массы используют и есть ли у них расход масса и через какой промежуток времени меняют масло это будет полезная информация не только для меня но и для других людей которые будут смотреть это видео экстренное сообщение друзья забыл упомянуть сейчас у официального дилера идет акция акция идет до 31 декабря двадцатого года если вы купили бу бмв вы можете заехать к официальному дилеру и бесплатно поменять моторное масло и масляный фильтр единственное условие не должно пройти 60 дней после постановки на учет как купили вы автомобиль вот если бы я это не сказал бы это было преступление так что извините что прервал видео а кпп первый владелец на этом автомобиле масса не менял он обслуживал машину у официального дилера как владельцы бмв знает официальный дилер говорит что в коробке масса менять не нужно и она рассчитана на весь срок службы но по некоторым данным zf сам заявляет что масло нужно менять каждые 60 тысяч километров а как же мне быть у меня пробег уже на тот момент составлял более ста двадцати тысяч километров а некоторые говорят что есть масса в коробке не менял до 100 тысяч ни разу лучше уже туда не лазить и лучше уже не менять бытует такое мнение что коробка привыкает к той вязкости масса который туда было залить давным-давно а вязкость она сам сами понимаете масса меняется а когда ты зальешь туда новое масло коробка может просто сойти с ума и не успеть вовремя садаптироваться но я для себя решил что я сделаю частичную замену купил комплект для частичной замены масла туда входил 5 литров оригинального масса zf и поддон с прокладкой и с болтами у меня друг когда-то работал в ремонте автоматическая коробка передач я ему позвонил где мне лучше поменять масса где мне сделают замену масса с соблюдением температурного режима с адаптации и чтобы у меня потом проблем не было в общем он мне порекомендовал человек я туда поехал мне поменяли масса сделали адаптацию за все про все я дал тысячи рублей в разных городах цены могут варьироваться я слышал что в москве стоит процедура примерно 3000 рублей я менял масс на 124 тысячах проехал после этого более 6 тысяч километров у меня коробка не пинается не буксует ездит нормально а летние колеса у меня стояли тоже ратные заводские еще которые называются пирелли п 7 ран флэд я уже снимал видео по поводу поиска себе резины и я там рассказывал как я наткнулся на 2 бушные резина почти новый от компании michelin я купил в общем почти новые две резины michelin в авито и к ним же купил две новые резины michelin с доставкой и шиномонтажом они мне обошлись 12 тысяч 800 рублей после того как я поставил летнюю резину я заметил вибрацию на руле заехал на шиномонтажа опять посмотреть колеса отдал я там 600 рублей два диска у меня были кривые в итоге мы переставили назад после того как я поменял резину мне надо было заехать на развал схождения у меня руль был с отклонением чуть в левую сторону я посетил 3 сервиса и мне делали шесть раз сход-развал и представляете я до сих пор езжу рулем который отклонен в левую сторону видимо для бмв по 100 тысяч километров это нормально и заметьте я два раза заезжал к официальному дилеру заезжаю говорю у меня руль отклонен в левую сторону посмотрите они там что-то делают говорят мы все сделали прокатитесь если что вернется два раза заезжал к официальному дилеру последние два раза я после этого забил забил на время но наверное найду сервис в казани какой-нибудь хороший по бмв и обязательно туда заеду придется еще раз отдать деньги за развал схождения при покупке автомобиля я заметил что вот тут нижняя решетка она чуть сломана она вроде бы не дребезжит я когда заехал на замену масло это еще был летом машину подняли на подъемник я вытащил оттуда вот такой вот камень когда я смотрел машину я машину попал в городе саранск в общем вот там был скелет то ли воробья то ли другой какой-то птицы я как бы не разбираясь в этом птицу отмыли на мойке камень я вытащил в сервисе суровая жизнь саранске у автомобиля бмв менял я решетки покупал я их в алиэкспресс стоили они 1400 рублей поменял я их сам когда менял я на родных решетках точнее на одной решетки сломал одно ушко обидно но что поделаешь я откручивал бамперс сверху мне в комментариях написали что можно было просовывая линейку отщелкнуть и вытащить старые решетки поздно прошло уже два дня в тот день не смог записать видео пришлось срочно уехать в общем продолжаем также после того как я купил машину мне надо было поменять тормозные диски и накладки по кругу тормозные диски полазив по форуму посмотрев отзывы я решил себе поставить от компании bosch накладки также опять полазив по этим самым форум накладки я поставил себе ремза я уже рассказывал про эти тормозные диски и накладки но сегодня опять же скажу что тормозные накладки ремза сюда покупать не стоит Возможно, какие-то другие машины подходят, но после моих оригинальных, а здесь стояли, я так понимаю, оригинальные все-таки накладки от компании Текстар, Ремза все-таки тормозит так себе. Тормозные диски мне по кругу обошлись 12500 рублей, тормозные накладки 3300 рублей. Работы по замене мне стоило 2500 рублей. Когда все собрали, я уехал, сервис передних колодок я смог сбросить, сервис вот именно задних колодок я сбросить не смог. Про это опять же снимал видео, и мне вот спасибо опять же в комментариях, люди подсказывают, помогают. Мне вот один человек как раз написал, что надо поменять датчик, у него была такая же ситуация, и это ему помогло. Я купил датчик колодок от компании Bosch, обошлось мне это в 600 рублей, поменяли, и все, я смог сбросить сервис, как будто ни в чем не бывало. Потом, нужно было мне к зиме купить зимнюю резину. К зиме я, конечно, не успел купить, я так же сделал, как и все, когда уже выпал снег, когда уже был гололед, когда уже зимняя резина подорожала. Передо мной стал выбор, какого размера купить резину. Просто 16-е бывает двух видов на эту машину. 205-60 на 16 и 225-55 на 16. У меня летние, как раз таки родные, стояли 225 на 55-16. Но 205-60, по сути, дешевле эту резину покупать. Но если вот привести пример, якогамма шипованная стоит 4,5 тысячи рублей, это размер 205 на 60 который. А если уж 225 на 55-16, то такая же резина будет стоить около 6 тысяч рублей. Потому что именно вот этот размер, 225 на 55, я знаю только на двух машинах. Это Mercedes и BMW. На других машинах я не видел такой размерности. Возможно, и есть, просто эта резина редкая, я что хочу сказать. Поэтому, соответственно, и цена дороже на эту резину. Излюбленный вопрос автомобилистов, что на зиму стоять, пошире резину или поуже резину. И многие склоняются к выбору резины поуже на зиму. Якобы это для зимы лучше. Но на самом деле уже проводили тысячу испытаний. И до сих пор каждый год проводят и там авторевью, и кто только не проводил эти испытания. И уже было доказано, что узкая резина, она хороша только при езде по рыхлому снегу. На льду, на асфальте, на мокром асфальте. Узкая резина ведет себя похуже. И тормозной путь у этой резины получается всегда больше, чем у широкой резины. Поэтому я решил не экономить на резине. Купил сюда 225 на 55 на 16. Это БФ Гудрич от компании Мишлен. Когда-то давно-давно эта компания была американской. Хочу отметить, что шум тут есть, но он не сказать, что сильный. Бывает намного шумнее резина. Вот. Очень мягкая резина. Я сравнивал эту резинку при покупке с Ноки Нордман. У Ноки Нордман бока все-таки пожестче. А тут вот бока такие мягкие-мягкие. Ну и, соответственно, управление стало более ватное. Но не будем забывать, что это все-таки зимняя резина. Мягкий ворт. В общем, мягкий. Вот тут Нокен. Нокен пожестче, что ли. Ну да, по-моему. И борта пожестче у Нокен. Комплект зимней резины мне обошелся в 22 тысячи рублей. Плюс 1500 рублей я отдал за шиномонтажку. В общем, резина доволен. Душу греет, что это резина от компании Мишлен. Ну ладно, в общем, идем дальше. Ну и буквально пару недель тому назад у меня заскрипела задняя подвеска. Первый день это было неощутимо. Как будто после мойки просто что-то замерзло, думаю. Ладно. Скрип был только с утра. Целый день поездил. Все нормально. К вечеру про это забыл даже. На следующий день с утра выезжаю со двора. И у меня подвеска уже скрипит. Не как до этого скрипел. А скрипит очень сильно. Мне кажется, меня даже в соседних дворах слышали. БМ-висты, конечно, молодцы. Вот они делают так, чтобы ты сразу устранял какие-то неполадки с автомобилем. Если у тебя датчик тормозов задел, у тебя сразу загорится на табло. И у тебя будет гореть, моргать, пока ты это не поменяешь. В заднюю подвеску датчики стоят дорого, видимо. Они хоп сделали, чтобы это у тебя скрипело. Заскрепело, сразу поехал в сервис. Потому что так ездить по городу, ну, честно сказать, друзья, это стыдно, стыдно ездить так. Поэтому я сразу же отдал машину жене, пока заказывал сайлент-блоки. Вот они у меня. Это уже то, что мне поменяли. По некоторым данным, именно Лимфердер поставляет эти сайлент-блоки для BMW. А сайлент-блоки тут стоят не обычные, а плавающие. Два сайлент-блока я купил за 2100 рублей. Я все запчасти покупаю у своего знакомого, который мне делает скидку. Примерно там 20%. Поэтому не удивляйтесь, если вы те же самые запчасти в другом месте купите там процентов на 20, возможно и на 30% дороже. Сайлент-блоки 2100 рублей, а вот замена сайлент-блоков стоит уже 3000 рублей. Несмотря на то, что я менял у своих знакомых. Работа тоже не быстрая, не легкая. Как раз когда мне меняли сайлент-блоки, мне сразу поменяли и датчик колодки. То есть это все вместе мне встало в 3000 рублей. Некоторые мне говорят, почему ты сам не выполняешь там какие-то элементарные вещи. Да, друзья, я просто живу в многоэтажном доме, и у меня даже иногда бывает во дворе машину негде поставить. Не то, что там домкратом копаться. Это раз. А во-вторых, для этого нужны инструменты, чтобы самому что-то менять. Условия нужны, инструменты нужны. Мне проще иногда машину завести в сервис, а в этот день пока заработать эти деньги, чтобы отдать за ремонт машины. Понимаете, у всех разные возможности. Кому-то проще самому сделать. Я с удовольствием покопался в машине, честное слово. Я люблю копаться в машине, но делаю это только, когда есть условия. Забывая про кое-какие мелочи, я еще покупал химию в Максидоме за 200 рублей, чтобы почистить колесные диски. У меня на автомобиле нет блютуза. На многих BMW есть блютуз, но не на всех. Вот у меня нет блютуза. Я не знаю почему. У меня тоже сбор в Германии. У меня такой же экран стоит, у меня такое же головное устройство. Называется N3 NAV, да. Но там нет блютуза у меня. Есть микрофон. Поехал стоять блютуз. Я про это тоже снимал видео. В итоге мне блютуз не смогли прошить, потому что в самом головном устройстве нет блютуза. Я вот считаю, это самая бесполезная трата денег была. Договаривались по телефону на полторы тысячи рублей. Не смогли прописать блютуз, мне прописали спортивную коробку, хотя я подозреваю, она у меня и так была, потому что я делал замеры до прошивки коробки и после прошивки коробки. У меня времени абсолютно не поменялось. Разгон от нуля до ста. Мне прошили там предупреждающий звук от i8. Прошили то, что при открытой двери я могу сейчас в автоматическом режиме закрывать окна. Поменяли время удержания складывания зеркал. Стояла там секунда, по-моему, надо было удерживать. Сейчас надо удерживать, по-моему, 0,3 секунды. Но мне это не так важно. Это были самые необдуманные мои решения. Просто я отдал 3 тысячи рублей, знаете, а удовольствия никакого не получил. По затратам это все за полгода, то, что я потратил. Я все рассказал, все рассказал по-честному. Проехал я 7 тысяч после замены масла. Мне сейчас предстоит еще раз поменять масло в моторе. Ну, это я, наверное, сделал уже после Нового года. Затраты вы увидите на экране. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова